Армения, эксплуатируя физически и морально устаревшую мециаморскую атомную электростанцию, ставит весь регион перед угрозой нового Чернобыля. Реальность и серьезность этой угрозы не раз поднималась, как на уровне экспертного сообщества, так и международными организациями. На требования Евросоюза, закрыть мециаморскую атомную электростанцию, Армения просто плюет. В ответ на отговорку Армении о том, что станция обеспечивает страну 40% потребляемой электроэнергии, организация предложила ей развивать намного более безопасные, альтернативные источники энергии. На Армению, предостережения о реальной опасности катастрофы не действуют. Но этим очень обеспокоены сопредельные государства, Азербайджан и Турция, которые могут сильно пострадать в случае аварии на Меца-море. Азербайджан постоянно, на многих платформах, предупреждает мировое сообщество о страшной угрозе, которую несет миру эксплуатация этой АЭС, не меньше волнует эта проблема и Турцию, настолько, что она организует специальные учения, разрабатывая сценарии экстренной эвакуации людей и устранения последствий возможной катастрофы. Очередное масштабное учение по гражданской обороне прошло совсем недавно, 19 июня в восточно-турецкой провинции Игдар, где проходит государственная граница Турции с Азербайджаном, Ираном и Арменией. К учениям, которыми было охвачено 8 приграничных сел, были привлечены силы жандармерии, многочисленные бригады спасателей, медиков, а также специальная техника и предметы первой необходимости для населения при биологической и радиационной угрозе. Если вспомнить Чернобыль, то масштабы и последствия этой вполне вероятной техногенной катастрофы ужасают нормальных, адекватных людей, но только не Армению, которой плевать на всех и на все. Даже сейчас станция, эксплуатируемая на износ, уничтожает все живое. Расположенная буквально в паре километров от приграничной турецкой провинции, армянская электростанция отравляет людей, растения, животных, почву, воду. Она убивает все вокруг, говорит глава Международной ассоциации по борьбе с безосновательными претензиями армян Гёксель-Гильбёй. Жители Игдара, в полной мере оценивая степень опасности, говорят, что Мецамор, еще один Чернобыль. Яд, который источает Мецаморская электростанция, для сельчан он, как мина замедленного действия, которая день за днем, год за годом, если и не убивает, то отнимает у них и их детей здоровье. Для охлаждения реактора АЭС используется вода из реки Арас. И затем эта, уже отравленная вода попадает в почву. С другой стороны, радиоактивные отходы сбрасываются в реку, и зараженную воду пьют дети, взрослые, она используется для орошения посевных площадей. Ядовитые вещества выбрасываются в атмосферу, поэтому небо здесь какое-то мутно-серое, а воздух очень редко бывает прозрачным. Все это провоцирует различные болезни. Жители страдают от анемии, онкологии, на каждую семью приходится приблизительно по трем-четырем больных. У людей крошатся зубы, выпадают волосы, проблемы с памятью. На рождение здорового ребенка здесь смотрят, как на настоящее чудо, сказал Гексель Гюльбей. Двухголовые овцы и пятиногие коровы для жителей приграничных сел Игдара, вполне обычное явление, они к таким аномалиям среди домашних животных давно уже привыкли. Радиация отравляет, заражая грунтовую воду и когда-то плодородную землю, как следствие, и без того ничтожно малый урожай с полей, садов и огородов, пропитан ядом. Само место расположения Мецеоморской АЭС тоже таит в себе немалую угрозу, она построена в сейсмоопасной зоне, что само по себе представляет крайнюю опасность. Электростанцию начали строить еще в 70-х годах 20 века, электричество она начала давать в декабре 1976 года. После Спитакского землетрясения, в 1989 году ее первый энергоблок был приостановлен, однако уже в 1995, несмотря на протесты международного сообщества, деятельность станции была возобновлена. Был запущен второй реактор, который работает до сегодняшнего дня. Сегодня, в Армении признают, что станция достигла проектного срока эксплуатации и нуждается в модернизации. В 2014 году было принято решение реализовать программу модернизации энергоблока, в 2015 году подписан контракт с российскими атомщиками, с 2016 работы по проекту были начаты. Но даже ремонт Мецеоморской АЭС, увеличивший срок ее эксплуатации до 2026 года, не уменьшает угроз, который она несет, и не снижает уровень радиоактивного загрязнения. Станция по-прежнему представляет угрозу для огромного региона, включая Европу. Фактически, это бомба замедленного действия, привести в действие которую способен малейший повод. Так может МАГАТЭ, да и всему мировому сообществу, стоит прислушаться к предостережениям Азербайджана и Турции, и предотвратить катастрофу, которая с учетом современных реалий, может принести еще больше бедствий, чем авария на Чернобыльской АЭС.